Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 августа, по празднству преображения Господня, Православная Церковь совершает память Блаженного Лаврентия Христа Радио Юродивого, Калужского. Блаженный Лаврентий Христа Радио Юродивый Калужский Чудотворец жил в начале XVI века в полуверсте от Старой Калуги при лесном храме в честь Рождества Христова, стоявшем наверху горы. Из его хижины был прокопан подземный ход в церковь, где он слушал богослужения. Бывал он и в доме калужского князя Симеона Иоанновича. Предполагают, что Блаженный Лаврентий происходил от боярского рода хитровых, потому что его именем начинался их родовой синодик в Перемышльском Лютиковом монастыре, находившемся в Калужской епархии. Зимой и летом Блаженный ходил босой в рубашке и овчинном тулупе. Подвигами самотречения он возвысился до того, что еще при жизни прославился благодатными дарованиями. Когда в мае 1512 года крымские татары напали на Калугу, Блаженный Лаврентий, бывший в доме князя, внезапно закричал громким голосом «Дайте мне мою секиру острую, псы напали на князя Симеона, надо оборонить его». Сказав это, он схватил топор и ушел. Внезапно, оказавшись на корабле рядом с князем, праведный Лаврентий укрепил и ободрил воинов, и они в тот же час победили врага. С топором в левой руке, насаженным на длинном топорище, он изображается на иконах. Вероятно, что князь Симеон, обязанный праведнику своим спасением, устроил в его память иноческую обитель на месте подвигов святого. Скончался Блаженный Лаврентий 10 августа 1515 года, очевидно, в день своего тизаименицства. Известно, что память святого чтилась, кроме того, и 8 июля. Прославлен Блаженный Лаврентий, по-видимому, во второй половине XVI века. Так царь Иоанн Грозный в жалованной грамоте монастырю 1565 года писал «Монастырь Рождества Христова, где лежит Лаврентий Христа ради Юродивы». Описания посмертных чудес праведного Лаврентия известны по списку, составленному в обители при игумене Корионе. Первое из чудес относится к 1621 году. Это исцеление параличного боярина Льва Андреевичева Калагривого. Он не владел ни руками, ни ногами, ни языком. Его принесли и положили близ гроба святого Лаврентия. Во время пения молебна, когда читали Евангелие, расслабленный проговорил, поднял правую руку и стал полагать ею на себе крестное знамение. Потом встал, подошел к гробнице и приложился к ней. По окончании молебна он уже свободно говорил и стал совершенно здоров, как прежде. 1 июня 1622 года праведный Лаврентий исцелил бесноватого жителя Калугия Стефана. Однажды родные вели Стефана в обитель помолиться праведному Лаврентию, но бесноватый, устрашаемый злыми духами в виде лютых зверей, устремлявшихся растерзать его, сопротивлялся. Близ церкви Богоявления Господня внезапно явился Стефану Христа ради юродивой Лаврентии, отогнал от него злых демонов и велел идти в монастырь Рождества Христова к своему гробу. Страждущий исполнил повеление угодника Божия, пришел, приложился ко гробу и по окончании молебна возвратился в дом свой здоровым. В 1632 году у гробницы блаженного Лаврентия получил исцеление другое бесноватый. Он был так сильно мучим бесом, что во время своего трехдневного пребывания в монастыре устрашил всех монахов. Но на четвертый день за богослужением во время пения херувимской песни страдалец получил совершенное избавление от бесовского томления. По молитвам блаженного Лаврентия Калужского совершались исцеления глазных болезней. Многочисленные были исцеления и от других недугов, именовавшихся в то время одним общим названием лихорадка. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномучеников Лаврентия Архидиакона Сикста II Папы Римского, Филикисима и Агапита Диаконов, мученика Романа Римских. Празднуется собор новомучеников и исповедников Соловецких. Чествуется второе бретение и принесение мощей преподобного Саввы Игумена Старожевского Звенигородского чудотворца. Священномученика Вячеслава Закетского Пресвитера, священномученика Афанасия Кислова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова